И, кстати, напомню по поводу ваших работ, картинок, рисунков, вашего творчества по поводу игры Sumonar War. Присылайте ко мне на email, либо, думаю, проще будет в ВК. Подписывайте свои работы, сервер, ник, и я буду добавлять в конце своего видео. Спасибо. Всем привет, с вами Арракис, и в этом видео я хотел бы разобрать своих монстров, так скажем, где их лучше использовать, в какие руны одеть, альтернативы этих рун и тому прочее. Плюсы и минусы данных монстров. Кстати, отдельное спасибо одному из моих подписчиков по имени Владимир за идею. Итак, приступим. На наш любимый канал. Итак, начнем. Буду разбирать своих монстров по порядку, и, думаю, буду делать этот обзор по 5-6 монстров на каждое видео. Начнем по моему порядку, как они у меня расположены. Так, первый персонаж будет Меган. Поговорим о этом персонаже. Персонаж в основном используется больше для арены, так как ее предназначение это именно арена. Ну, ГВ. Говоря о арене, я буду, конечно же, включать и ГВ, так как, в принципе, подобие войн одинаковые и система та же. Вот. Отдельное внимание, конечно же, буду свое располагать к данжам. Итак, что может этот персонаж. Первый скилл, в принципе, не особо чем примечательный, не единственное, что наносит дот на один ход. На два было бы, конечно, идеально, но на один ход. Вот. Вторым скиллом снимает один из бафов, рандомно снимает. Кстати, вы не думайте, если на персонаже висит 2-3 бафа, то она снимет именно первый, либо последний, или на который вы пальчиком укажете. Нет. Снимает рандомно и не дает, естественно, заюзать что-то. К примеру, наложить еще один баф, пока висит на нем дебаф Яджабы. Единственный минус этого скилла, точнее, три варианта использования этого скилла и вообще, как оно срабатывает. Скилл может не сработать вообще, сработать так, что снимет какой-то баф, либо сработать так, что снимет баф и полностью, ну и накинет дебаф, для того, чтобы не смогли больше оббафать этого персонажа в течение одного хода. Вот. Едем дальше. Ну и третий скилл, это, конечно же, заклинание, которое увеличивает, кидает баф на атаку и защиту, а также увеличивает атак бар. Все было бы хорошо у этого персонажа, точнее, было бы не особо примечательным, если бы она просто кидала этот баф, даже, к примеру, на три хода, как, к примеру, у Шеннона, но о ней поговорим позже. Вот. Используется она чаще из-за того, что, естественно, повышает атак бар противника. К примеру, я ее использую в такой пати, как Меган, Валькирия и Хлоя. Ну и там четвертая, это либо лидерка чья-то, либо, неважно, любой другой персонаж. Она должна ходить, если в таком пати рассматривать, через скорость атаки, она должна ходить после Хлои, для того, чтобы дать баф и повысить, естественно, атак бары. Самой же, кстати, той же Хлои, которая походила первая. Вот. И идем дальше. Вот. По поводу рун поговорим. Руны, естественно, лучший стандарт рун для нее, это, в принципе, ее можно сравнить, как и с Хлоей. Это свифт, то есть скорость, и, в принципе, любой другой сет, который, ну, у вас, вы считаете его хорошим, и просто подойдет. Тут уже будет все зависеть от допов, так как ей нужно, чем больше скорости, тем лучше, больше хп, больше резиста. Кстати, точность тоже не помешает, для того, чтобы ее, особенно, второй скилл срабатывал первый. Это так, непосредственно, все-таки дот приятно 5% снести, но главное, чтобы работал ее второй скилл. Вот. Поэтому, как вы видите, у меня в шестом слоте стоит точность. Не лучшая руна, но... Можно, конечно, одеть и в хп, я ее тестировал, одетую дашу в атаку в шестом слоте, одевал в хп, честно, ну, может, мне так везло, но шанс второго скилла у меня не повысился, не понизился, как-то одно, в принципе, и то же. Не знаю, возможно, больше нужно было тестировать. Итак, далее о рунах. Во второй слот, естественно, ставим скорость, лучшую вашу руну. У меня, видите, она не самая топовая. Вот. Делаем, в принципе, так, чтобы она была быстрая, но если вы используете еще и хлою, естественно, не быстрее хлои, так как уже меняется. Вот. Некий. Делаю атаки. Вот. Идем дальше. Третий слот не будем рассматривать. Четвертый слот, естественно, мы можем поставить либо броню, либо хп, но в основном ставят, естественно, больше хп, так как, к примеру, если против вас такой персонаж, как Люшен, Копер, та же вот Валькирия, Ветра, ей, в принципе, все равно будет, сколько у вас там защиты. Ну, конечно же, Коперу не все равно, но у нормального Копера больше, чем 2000 защиты, а Меган с 1000 и более защиты, это даже редкость, что ли. Вот, поэтому, естественно, Копер бояться не будет вашу Меган, там, с 900 или 1000, даже 100, наверное, защиты, так как у Копера в пати зачастую есть баф на защиту, также, скорее всего, лидерка будет использоваться. Вот, либо массовый раскол против вас. Разберем четвертый слот, о нем я уже говорил, здесь можно поставить либо точность, но, опять же, вы можете сами потестировать. Лично мой тест показал, что точность мне, хоть здесь и 38 циферка, 64 было бы, конечно, лучше до 100 догнать. Вот, ну, как показала моя практика, ничего не поменялось. Опять же, это моя практика, возможно, мне так везло, или я где-то что-то не доглядел. Но, будет у меня получше руна на свифт, к примеру, на хп, я одену хп и не думаю, что особо много чего потеряю. Итак, разберем альтернативу в рунах и поговорим точнее сначала об использовании. Меган также часто использует на драконе b10, так как она снимает своим вторым скиллом, естественно же, иммунитет. И, кстати, не заблуждайтесь, нельзя, к примеру, снять иммунитет и не дать, опять же, за счет этого дебафа, что башня накинула. Так как башня, когда кидает иммунитет дракону, она снимает все дебафы, ей все равно, что там висит, бенедикт или дот, неважно какой дебаф, она все снимает. Так что, ваш второй скилл поможет чисто просто убрать иммунку, и, в принципе, это уже неплохо. И если у вас, к примеру, две Меган, либо та Меган, которую вы на арене уже не используете, могу, в принципе, дать вам совет переодеть ее в Виол. Тоже во второй слот можно поставить скорость также. Ну и, в принципе, то же самое, только вот поменять свифт на Виол. Вилы, вот. И за счет этого она будет чаще ходить, чаще кидать вам баф, чаще снимать тот же иммунитет. Хотя, как показывает моя практика, Меган снимала у меня даже без вот рунной одноточности. Приблизительно с шансом 9 с 10 с дракона. Ну, все-таки есть же 15% резиста, правда, я не знаю, насколько он распространяется на боссов, и как он работает у боссов. Но, все же, 9 с 10 это среднее число, когда она снимала. Даже чаще, чем снимает моя Белка. Да, Белка снимает у меня почему-то там 7-8 с 10. Я проводил просто для себя некие тесты. Вот. И такой сет, как Виол, ей будет достаточно хорош. Да. Потому, как чаще будет доты кидать, быстрее умрет дракон, больше будет снимать иммунку и тому подобное. Также ее можно использовать еще и на гиганте Б-10. Вот. Ну, я говорю о максимальных этажах, так как ниже я не вижу смысла. Рассматриваю самый максимальный вариант. Вот. Также можно одеть ее в вилы. Вилы. В принципе, очень будет неплохой вариант. Вот. Также поговорим о... Где использую ее чаще я. Естественно, с Катариной. А также, особенно если вижу в вражеской команде такого персонажа, как... Теомарс. Вот. Почему? Потому что, как вы знаете, третий скилл ему дает... Скилл, который не дает его убить на один ход. А Меган, если она повесит особенно дебаф, неважно сколько там хп будет у того термоса. К примеру, моя Валька, естественно, с удара ваншотит. Потому что я не видел ни одного термоса, у которого больше там 20 тысяч хп. И это, в принципе, нормально для любого дд. Вот. Поэтому, да, это, в принципе, ну не сказать прямая контра. Но, в принципе, очень неплохой персонаж. Вы можете много видео подобных увидеть. Где Меган сразу же берут против этого Марса. Либо Тессариона, конечно же. Вот. О нем мы не будем сейчас много говорить. Но он тоже является, естественно же, прямой контроль. Вот. За счет своего обливина с третьего скилла. Который не дает использовать свой третий скилл Теомарсу. Итак. В принципе, все, что я хотел сказать о Меган. Пройдем дальше. Тайрон. Тайрон, конечно же, по праву считается одним из лучших. Но в пятерку его точно можно поставить. Я думаю, согласятся многие. Один из пяти лучших контроллеров. О них чуть дальше поговорим. Об остальных контроллеров в игре. Что означает контроль? Контроль это заморозить, застанить. Снять атак бар. Синюю полоску, которую вы видите под низом уровня ХП у монстров. Вот. И за счет этого, естественно, ваши монстры ходят чаще. Чужие монстры не могут использовать скиллы и тому подобное. Просто гниются временем. Вот. В чем? Где использует Айрона я? Чаще всего, как и многие, его используют на арене. За счет его, естественно, лидерки. Которая дает 19% именно к атаке. Не к атаке, а к скорости от атаки. Прошу прощения. Вот. И, кстати, да. Многие заблуждаются. Считайте правильно. Если, к примеру, у монстра родных скорости 100, то он даст плюс 19 вам. Не плюс там 35, плюс 40. Так как вы думаете, что у вас, к примеру, вот этот стат, который у меня плюс 31, он не суммируется. Всегда идет учет от родной скорости. То есть, к примеру, Тайрону, его же лидерка даст плюс 20 где-то. Где-то того. За счет того, что у него 105. И, к примеру, если у персонажа там скорости 115, да, родной. То, естественно, оно ему уже даст около 22 и так далее. Ну, не будем брать в учет и подсчитывать. Итак, где же я его использую? Это, естественно, арена, ГВ. Часто же, да, на некоторых этажах то он мне помогает. Так как есть такие этажи, в которых нужен максимальный контроль. А персонажей, кроме него, у меня мало, которые могут поучаствовать в этом контроле. То есть, чем больше, тем лучше. Поэтому, да, его часто юзаю. Он у меня, конечно же, не в лучших рунах. Я его переодевал. Одевал руны на других. Ну, вот, поговорим сначала о навыках. Первый его скилл иногда так раздражает. Особенно, когда он против меня на арене. Так как мой Тайрон выдавал... Ну, в принципе, это уже неплохо. 9 атак максимально в одну цель. Как вы знаете. Кстати, скиллы у него особо неточные. По плюс одному. Как-то заточил. Хотел я его расточить вместо Боретты. Но понял, что Боретты все-таки лучше будет для башни. Итак. Первый скилл, как вы знаете, у него 30% шанс нанести еще одну такую же атаку. То есть, мульти-атаку. Назовем ее так. И, следовательно, с каждых 30% шанс не меняется. Поэтому вы можете, ну, в теории, нанести там чуть бы не тысячи ударов. Но на практике я больше и на форумах, и в неких группах больше 12 атак. Ну, никто не разгонял от него. В принципе, даже когда 2-3 раза он бьет, это уже приятно. Особенно, когда Тайрон одет через атаку. Второй скилл, циклон. Вроде бы дебаф такой, так скажем, не лучший. Да, многие бы предпочли там раскол, либо еще что-то. Но все-таки шанс пропустить удар. То есть, это промах против, особенно, огненных монстров, которые поводиными и так бьют с глансом. Это очень хороший дебаф. Особенно, если вы его берете против такого персонажа, как вот, вампир Вердехайль. Так как он чаще, точнее, он фактически не будет критовать. Пускай у него даже будет 100 шанс крита за счет этого дебафа. Ну, естественно, не будет повышать за счет своей пассивки кипящая кровь своему пати Атакбар. Вернемся к Тайрону. Третий скилл, конечно же, это тот скилл, из-за чего его чаще используют. И на арене, естественно, с него же и начинают. Естественно, если против вас там не походил первый там, я не знаю, к примеру, Хлоя, либо Велоджуэль и так далее. И не кинули иммунитет. Следовательно, конечно же, от второго и третьего скилла прока не будет. Хоть это и массовый урон. Но, уверяю, во случае ударьте первым скиллом. Не тратьте второй и третий скилл. Так как откат у них все-таки не по два хода. Вот. Это сильный град. На моей практике, в принципе, срабатывает этот скилл. Я все-таки сужу больше по Тоа. Ну, там резист у мобов совсем, естественно, другой, чем на арене у людей. Это уже зависит от рун, которые человек поставил и так далее. Но этот скилл имеет шанс, в принципе, достаточно большой, чтобы заморозить всех. И, в принципе, даже противоположную стихию, такую как Ветер, он довольно часто замораживает. Вот. Поэтому скилл достаточно имбовый. Как видите, у него шанс не прописан на заморозку. Следовательно, можно считать, что у него шанс стопроцентный. А там уже идет в учет резист и тому подобное и так далее. Вот. Видите, только урон повышается, а также откат на минус один идет. Поговорим по поводу рун. А руны на него вариантов, в принципе, да, я думаю, один. Я видел извращенцев, которые ставят Виолент, но, не знаю, не думаю, что они успехов добиваются в этом сете. И считаю, что основной сет, конечно же, я разберу, то есть это на 4 слота. Это должен быть Деспайр, он же Печаль в русской версии. Вот. Второй слот. Ему зачастую ставят скорость, так как его одевают в скоростного персонажа. Чем быстрее он походит, желательно, даже чуть бы там не первым, чтобы он походил. Хотя это редкость, так как родная скорость у него не блещет. Не самая быстрая в игре, конечно же. Было бы у него хотя бы там 115. Естественно, его бы, я думаю, даже в свифт одевали. Хотя, альтернатива, если вы его хотите использовать только на арене, либо у вас 2 Тайрона, и вы уже не знаете, скормить второго, либо оставить. Вот для арены, да, можно одеть свифт и сделать ему больше 220 скорости. И, в принципе, это уже будет неплохо. Не самая быстрая скорость, но вы увидите. Когда первый ходит Тайрон, после этого ходят ваших 3 персонажа. Это достаточно хорошо. А особенно, если он заморозит всех 4 монстров, каждый из ваших монстров походит как минимум по 2 раза. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот четвертый слот, если вы одеваете его в ДД, вот, к примеру, на арене, вы можете одеть через скорость, атаку, атаку. То есть, он у вас будет наносить достаточно хороший урон. Особенно, если у вас есть такой персонаж, как Полярка Воды. Вместе с Тайроном, многие видели эти видео, что они делают очень сильная комба. Вот, и, к примеру, мой Тайрон пьет достаточно слабо, так как он одет, ну, во-первых, в плохие руны. И использую его чаще всего, конечно же, в башне. Редко я его использую на арене. Но, если использую, он служит не просто для лидерки. Так, урон, не знаю, особый он не наносит. Поэтому, да, для меня он ценен, лично для меня, только из-за лидерки. Вот. И, по поводу саппорта Тайрона, его можно одеть также, сделать с ним очень жирного персонажа. Во второй слот, опять же, по-прежнему. Я бы поставил скорость, неважно, какой сет вы оденете. А вот в четвертый слот 100% хп поставить, если, опять же, рассмотрю вариант саппорта Тайрона. А вот в шестой можно поставить точность, так как все же второй скилл его, естественно, зависит от точности, от резиста. И, следовательно, Тайрону зачастую делают около 100 точностей, для того, чтобы он чаще морозил, чаще закидывал дебаф и так далее. Но, опять же, такой вариант, как одеть через свифт и в дд его превратить, то есть атака-атака, достаточно неплохой вариант. Кстати, в четвертый слот, если у вас много крит-шанса там, к примеру, так как, вы же понимаете, с первого скилла он себе закидывает баф, который повышает на 30% его крит-шанс. И, если ему разогнать до 70 крит-силу, то можно одеть его и через кд, то есть крит-домах, в четвертый слот. И урон у него будет достаточно хороший. Но, опять же, в башне такой Тайрон не многим чем он поможет, так как в Деспайре в башне он будет лучше. Ну, в принципе, закончим. На Тайроне... Да, перейдем к Вераду. Да, Верад, честное слово, одна из немногих нелюбимых мною пятерок, то есть первородок. Это мой первый вылупок, как бы его там назвать еще. Первая моя пятерка, которую я получил около полугода назад, то есть на третьем месяце своей игры. Он мне как поначалу не понравился, так, в принципе, и не нравится особо даже сейчас. Возможно, он мне не нравится из-за того, что у меня есть Тайрон, так как они делят свою вот эту вот... Я даже могу сказать одно из первых мест. По популярности, конечно же, Тайрон. Могут многие сказать, что Тайрон держит первое место, лучший контроллер в игре. Ну, на втором месте можно взять... Это лично я расставляю оценки, не подумайте, нигде такого нет опроса и так далее. Верат, если он, конечно же, у многих есть, и многие его используют, он ценится за счет своих, естественно, скиллов. Также его используют... Где его используют? В башне. На арене его используют в защите, наверное, чаще все-таки, чем в атаке. Так как Верат, это все-таки более такой персонаж для башни, можно им попробовать пофармить кого же? Того же дракона, возможно. Да, почему бы и нет. В принципе, за счет своего Мороза плюс Стана с Деспайра волны можно проходить достаточно быстро. Плюс персонаж, естественно, достаточно жирный, так как он защитного класса, и одевать его нужно через защиту. Хотя некоторые, попозже поговорим об альтернативах, одевают его в другие руны. По поводу навыков. Первый скилл у него, как и у всех драконов, это просто урон, который не наносит ни дебафа, ничего... Ну, вообще ничего. Многие жалуются, добавили бы ему хотя бы, там, не знаю, дот на один ход, там, гланс, раскол, да что угодно. Хотя бы на один ход какой-то дебаф. И я уверен, что этого персонажа бы юзали бы чаще. Особенно, если бы с первого скилла был бы раскол. Особенно. Вот. Поэтому, скилл, я просто не припомню первых скиллов у монстров, которые, там, не наносят абсолютно никакого дебафа, разве что рыцаря-мага взять. Ну, она наносит три атаки. Вот, третья атака у нее идет, точнее, массово. Итак, второй скилл, метель. Замораживает всех, с шансом 50%, шанс, естественно, можно поднять, плюс урон. Этот скилл меняли, меняли его, по-моему, даже дважды, насколько я помню. Теперь его урон пропорциональный своей защите. Буквально недели полторы или две недели назад этот урон был связан с его хп. То есть, вот, чем больше хп у него, тем сильнее он бил этим скиллом. Многие жаловались, так как персонаж защитный. Одевать его в хп получается ни рыба, ни мясо, что-то такое среднее. Поэтому его редко даже использовали. Вот, поговорим о последнем скилле. Естественно, этот скилл один из уникальных скиллов в игре. Так как, опять же, если вы его одели через Деспайр, назовем так, вы нормальный неизвращенец-человек, потому что некоторые одевают его в Виолу. Не вижу в этом никакого плюса. Вот. О третьем скилле. То есть, он может понизить, если проходит, естественно, скилл, никто не отрезистил. Вот. То есть, уровень атаки опускается до нуля. В чем плюс этого скилла? К примеру, вы ходите первый. Ваш Тайрон там походил, либо неважно какой персонаж, то есть, дошел ход до Вирада. И у всех, фактически, ваш противник монстров уже полоска Атакбара заполнила так, что после Вирада они должны все походить. И если вы там помолились богам в бубен, постучали, сплясали богам ВКР, опять же. И у вас третий скилл сработал на всех, то есть, понизил 7 Атакбар до нуля и, к примеру, на всех прошел стан с Деспайр сета, то могу вас поздравить, у вас, как минимум, получается один ход от того, что у всех Атакбар понижен. Второе, даже когда эта полоска заполнится и монстр якобы захочет противоположный походить, он, опять же, только выйдет со стана, а вы опять ходите. Следовательно, у вас, как минимум, будет 3 атаки. То есть, 3 атаки вы нанесете до того, как монстр походит. Но, это не касается противников, у которых есть Виолент. По поводу этой уникальной руны поговорим в следующих видео, так как вы знаете, что у Виолента есть шанс, после того, как даже монстр находится в стане, выйти со стана и тут же иметь возможность хода. Вот. Но, разберем руны чуть позже. Особенно Виолент. Поэтому, естественно, Верат ценится за счет своего третьего скилла. По поводу второго скилла, скажу так. Многие считали, что если его одеть в фулл деф, там, одеть ему четвертый скилл на КД, то есть, его можно разогнать в мега ДТ, который будет наносить там нереальный урон, там, по 20-30 тысяч массово и тому подобное. На практике, абсолютный бред. Мой Верат, в принципе, не в самых худших рунах, скажу так. Как вы видите, хоть и не по плюс 15, но защиты у него достаточно немало. То есть, 2000 и почти 100. И максимальный урон даже в раскол, который он наносит даже в той же пашне, когда я его тестировал, это 5-7 тысяч. Это его, это предел моего, конечно же, Верада. У него не лучшие руны. Но я считаю, во что бы вы его ни одели, даже в КД там и так далее, то есть, его предел 15 тысяч. Но, опять же, он тогда уже получится не настолько танковитым. У него будет меньше ХП и тому подобное, так как пренебрегать ХП тоже нельзя. У моего всего лишь-то 20 тысяч, 2000 и брони. Да, он танковитый, но любой персонаж, который игнорирует, к примеру, броню, тот же... Не, ну Коппер, конечно, не сможет его настолько проигнорировать. Хотя, если кинуть раскол и Копперу защиту, то он и Верада, в принципе, шотнет. Такому, как Люшену, конечно же, абсолютно все равно, Катарине и прочим персонажам. Вот. Это сильные стороны персонажа. Его слабые стороны, когда он остается один, в принципе, его может убить, ну, наверное, любой персонаж, у которого есть иммунитет, подхилл. Ну, это многих персонажей, конечно же, касается. Но все-таки персонаж этот, я бы его одел. Сейчас он у меня одет просто больше для башни. А не для арены и еще чего-то. Я бы его одел все-таки в максимальную скорость. Так как он, назовем так, немного туповат. 93 родной скорости. Это очень мало. То есть, скорости ему разогнать около 200, ну, будет тяжеловато. Но, если бы у меня были бы такие руны, я бы попробовал бы его одеть, чтобы он у меня ходил первым. Вы представляете, да? Верад ходит первым. Это, в принципе, очень хорошо. Это фактически победа. Так как, если пройдет стан с Деспайера, это дополнительные ходы для меня. Вот. Поэтому эта первородка для меня не особо хороша. И помню какое-то время, если был бы какой-то обмен, я бы ее поменял бы на Хву, либо Ведро бы. Даже бы не оглянулся бы, поменял бы. Но, опять же, у меня есть Тайрон, поэтому, наверное, я так сужу. Верад хороший контроллер. Тут, конечно же, никто плохого ничего не скажет. Но, опять же, я бы его променял бы на любого другого дракона, кроме Света. Свет еще хуже, по-моему. Вот. Перейдем к Бет. Бетти, точнее. Вот. Это вторая первородка, которую я получил, по-моему, месяца полтора или два назад. Вот. О этом персонаже. Я ее считаю одним из самых слабых представителей ее класса. Так как второй скилл, перейдем сразу же к нему, то есть обман. Он наносит урон и повышается за счет дотов, которые находятся на персонаже в враге. То есть, к примеру, в пати для нее очень хорошо заедет такой, как Тайрон. Хотя бы, ну, к примеру, у кого Тайрона нет. В принципе, любой персонаж, который накидывает массово дебаф, такой, как на дот. Дэмэдж овертайм. Вот. Черепок. И за счет этого она бьет на 50% сильнее этим скиллом. На практике скажу так, что я бы ее же поменял бы на любого другого персонажа ее же класса, особенно огненного. Так как у других персонажей этого класса второй скилл бьет, во-первых, дважды, во-первых, дважды, так еще и закидывает раскол массовый. А это неплохо. Вот. И в дальнейшем. Ну, первый скилл, как вы помните, наносит дот. Второй скилл это массовый скилл. И, кстати, ее немножко улучшили, так скажем, этого персонажа вместе с Вирадом, что я забыл сказать. Понизили, вот, откат скилла. Раньше был 6 ходов, сейчас 1. Это был некий фикс. Вот. Поменяли скилл. Также бет. Вот. Обман. У нее раньше был 4 хода откат скиллов. Сейчас, если по максимуму прокачать, будет 2. Вот. Раньше же был 3. И третий ее скилл, если рассмотреть рано навсегда, атакует всех врагов 2 раза, каждый из атак понижает. Перевод немного неправильный. Я расскажу вам точно, как работает этот скилл. Так как, вот, к примеру, до того, как я получил эту бетти, я смотрел о ней не то чтобы обзор, а просто представление этого персонажа. Я считал, что ничего себе, 2 тычки, еще и по 2 дебафа, шанс же, в принципе, неплохой. Должна разносить там просто в пухе праха, особенно огненных монстров, типа Арнольда и тому подобное. Как работает ее скилл? Первый ударом, когда она бьет, она навешивает раскол. Вторым же ударом, если, конечно же, срабатывает, ну, при идеальном раскладе, то есть она навешивает раскол. Второй же удар, он вешает крест, который не дает хилиться этому монстру, либо его подхилить кем-то. То есть 2 дебафа. Не с первого атаки и второй, а по очереди. С первого идет раскол, со второго крест. Но в чем минус? Первая атака, даже если она пройдет с расколом, урон не учитывается вместе с этим расколом. К примеру, если на персонаже уже висит раскол, то она первым своим ударом, допустим, просто, к примеру, ударит на 10 тысяч. Но если раскол не висит, а она бьет, она ударит, ну, около, там, 7, к примеру, тысяч, а потом уже навешивается раскол. И в раскол со второго удара уже она ударит, естественно, сильнее. Вот. Первая и вторая атака, они одинаковые, если бьют по расколу. Если раскол там не прошел, в принципе, к примеру, там она наносит по 10 тысяч 2 атаки. Вот. В этом, конечно же, и минус. Так как, если бы, к примеру, она хотя бы наносила уже этот дополнительный урон с первого удара, возможно, это когда-то пофиксят. Вот. Ну, опять же, я же говорю, применение этому персонажу я даже на арене не нашел. Хотя это мой единственный хороший ДД воды. Но, все-таки поговорим о ней дальше. Во что бы ее одеть? Естественно, ну, наверное, лучшим сетом для нее это будет рейдж-блейд, то есть, к примеру, атака, крит-урон, естественно, слабая руна. Я говорю о лучших рунах. Ну, и атака, то есть обычный сет для ДД. Вот. Также некоторые ее разгоняют через скорость, хотя не могу понять зачем, чтобы быстрее ходила. Альтернативой, конечно же, можно и одеть Виол, так как чаще будет она юзать свой третий скилл, второй скилл, там доты наносить с первого скилла. Почему бы и нет? Вот. Я, к примеру, если выбью хорошие руны, так как фармлю сейчас активно дракона, вот, выбью хорошие руны на Виол, я ее попробую переодеть и, возможно, сниму пару видео с улучшенной, назовем так, бетти. Так как сейчас я ее, ну, фактически вообще не использую и думаю, даже руны с нее сниму, может, кому-то другому одену. Вот. Поэтому моя оценка для этого персонажа, в принципе, это только ГВ и арена, в других локациях она вам, ну, я думаю, мало чем поможет, есть в разы юзабельнее монстры. Перейдем к Вигорю. Игорь, Вигорь, как его только не называют, волчара вейкнутая. Вот. По поводу этого персонажа, где использую его я? Так. Зачастую это ГВ, так как на арене я нахожу, не нахожу, точнее, ему применение, зачастую у меня другой стандарт моих подборов, пати. Хотя, возможно, и буду его когда-то использовать, сейчас я его на арене почти никогда не использую, очень редко. Чаще всего использую на ГВ. Вот. Так как за счет своих скиллов, особенно третьего, перейдем сразу же к нему, разрыв, он наносит три атаки. Каждая из них может, вот, с шансом 45% при прокачанном скилле нанести дополнительный дебаф, как раскол. То есть, последующие атаки, опять же, система, как и у Бетти. Если с первой атаки он нанес раскол, первая атака все равно будет слабая, будто без раскола урон. А вот вторые, последующие, уже будут, естественно, наносить урон в раскол. Следовательно, этот персонаж, ему бы тоже переделать бы первый скилл, то есть, его третий скилл было бы вообще идеально. Я его сравниваю с таким персонажем, как Эшир. Это тот же Волк, но Света. Он, естественно, является топовым представителем ихнего класса. И зачастую качают три варианта. Либо вода, либо Эшир, либо тьма. Единственное, на кого нет СД, это, естественно, Эшир, так как он, я думаю, был бы у всех. Своим четвертым скиллом он просто наносит четыре атаки, и в пати с Вигорем они себя чувствуют очень хорошо. Итак, второй скилл у него добавляет баф для всего пати, скорость на два хода, и увеличивает уровень хп на 15%. Неплохой скилл, и, в принципе, откат у него маленький, поэтому издать можно часто. Сразу перейдем к рунам. Мой вариант, как одел его я, и чаще всего его так одевают, это Рейдж Блейд. Второй сет может быть, в принципе, другой, но ему нужен большой шанс крита, так же, как и крит урона, если вы уже одеваете через этот сет. Вот. Одел я его через хп, крит урон, хп. Почему хп? Потому что третий скилл его бьет от... Чем больше хп, тем сильнее его урон. Многие скажут, почему не одеть в четвертый слот хп. На практике скажу вам, что 80% крит урона даст больше, чем 63% хп. Это стабильно. Я не скажу в цифрах, но это больше. Вы можете любые подобные сравнения привести, и на практике вы поймете, что крит урон лучше, чем хп. Именно я беру в учет этого персонажа. Также альтернативным билдом у него, в принципе, их немало, могу так сказать. Ему можно одеть такие сеты, как Виол плюс Ответ. Хоть с первого скилла он наносит на 1, ход дебаф, но это уже мешает, и, в принципе, неплохо. Почему бы и нет. Он чаще будет ходить, чаще будет подхиливать команду, то есть сделать с него некого такого сэми-дэмэдж-дилера. То есть урон он будет наносить, естественно, меньше, но подхиливать команду, чаще ходить, просто мешать даже своим хилом плюс третьим скиллом, так как наносит все-таки раскол. Вот, еще и на 3 хода. Кстати, что тоже неплохо. Вот, и третий вариант, который я реже встречаю, это Скоростной Вигорь. То есть его одевают через Свифт, так как родная скорость у него, насколько помню, да, 115. Вот, он достаточно быстрый. Если его одеть через Свифт, то можно догнать ему 250 скорости очень-таки легко. Но, опять же, в этом я не вижу смысла. Лучше сделать его все-таки более танковитым, что ли, больше в ХП, больше в урон. Но, почему бы и нет. Достаточно часто ходит, плюс еще и кидает баф на скорость атаки. Неплохой вариант. И его, с кем я вижу в пати, в пати его можно поставить, в принципе, с любым раскольщиком, особенно массовым, таким как пиратом, водяным лоером, фантиком воды. Вот, ну, чаще всего я их встречаю, особенно в защите, там, на ГВ, на арене, вместе с таким персонажем, как Белка, Беладеон. Так как Белка кидает раскол, а Вигор своим третьим скиллом чаще всего уже шотит. Так как 3 атаки по 10 тысяч в средних таких, ну, не в средних, в хороших уронах, ему нанести очень легко. 30 тысяч урона, ну, достаточно неплохо, я считаю. Мой, в принципе, так и бьет. То есть, в раскол он наносит где-то по 9-10 тысяч урон. Это не идет в учет баф на... То есть, не баф, а лидерка на ХП и, к примеру, баф на атаки. С этим я не тестировал, я так понимаю, урон, естественно, вырастет еще больше. Вот, поэтому, так. Слабая же сторона этого персонажа, в принципе, у него мало брони, и нет смысла его одевать в броню. И, следовательно, от ветра он получает неплохой урон. Очень-таки неплохой урон. Вот, по поводу статов, конечно же, крит силы ему догнать до 70 было бы еще лучше. И, к примеру, с бафом у него было бы около 100. Вот, крит урон за счет башни у меня 210. Поэтому урон-таки неплохой. Ну, эти же руны, как я и говорил, они ждут Эшира, и, надеюсь, он мне когда-то выпадет. Вот, перейдем к последнему, заключительному персонажу на сегодня. И в этом видео это Хлоя. Хлоя это уникальный персонаж. Повторюсь, но персонаж достоин не 4 звезд, а 5. И многие поменяли бы многих своих, наверное, первородок каких-то там на Хлою. Так как ее скиллы все-таки очень хорошо, ну, не назовем даже сбалансированные, а интересно сделаны. Вот, рассмотрим, да. О статах поговорим чуть позже. По поводу навыков. Первый навык ничем, в принципе, не интересен. Хотя, если она остается один на один, зачастую этот первый навык и решает, так как она 30% от урона отхиливает себе. Вот, вторым навыком она отхиливает персонажей с наименьшим ХП на 25% и на 15% ХП. Кстати, по поводу восстановления. Не думайте, многие, я думаю, об этом говорили, но я же повторюсь. Если здесь написано, это работает с восстановлением. Об этом я сейчас и говорю. Про другую, так скажем, работу скиллов и как он функционирует я не буду разбирать. Но поговорим о хиле. К примеру, у вас здесь написано 25% либо там любой другой хилер у вас там, я не знаю, действительно абсолютно любой хилер. И написано, что он восстанавливает в описании скилла 25%, 50%, 30%, 10%, неважно сколько процентов ХП. И когда вы повышаете ему скиллы, написано, к примеру, там плюс 5, плюс 10%. Что это значит? Это не означает, что вот, к примеру, эти 10% добавятся к этим 25%. Правильная работа скилла будет такова, что 25% и 10%. То есть 25% суммируется к этим 10% от 25%. Следовательно, 10% от 25% это 2,5%. То есть полностью прокачанный скилл, ну как минимум до 4 уровня, даст вам, к примеру, около 32,5%. Да, то есть вот максималка. Здесь же даст чуть меньше, естественно. То есть вот, 3 вот этих вот скилла, которые вы прокачаете, дадут вам 7,5%, а не 30%, как многие считают. Многие думают, о, прокачаю ей скиллы и она будет хилить там как арх. Нет, такого не будет. Правильная работа скилла, вот я вам рассказал об этом. Вот, ну и третий скилл, конечно же, за счет чего она и ценится. Маньяк, фанатик, делает невидимыми всех персонажей на один ход, то есть не дает нанести им урон и иммунитет на два хода. Поэтому, естественно же, Хлою стараются сделать убер-быстрой, максимально быстрой. Это один из самых обсуждаемых персонажей, самых противных. Да, скажу так, что не люблю я ее на арене против себя, конечно же. В моей команде она присутствует, наверное, 9 с 10 боев. Естественно, самое главное место этого персонажа это арена и битва гильдии, для чего она, наверное, и создана. Вот, естественно, ее нужно одеть в скорость, но в дальнейшем поговорим и о альтернативе. За счет своей лидерки часто ее еще используют в пати с копером. Хоть 27% это немного, но, в принципе, если у вас нет лучшей лидерки на защиту, то почему бы и нет. Вот. Также поговорим о сете. Естественно, 9 с 10 человек одевают ее в свифт, то есть в скорость. Одевают ей лучшие руны на скорость. Главное, чтобы в каждой руне были дополнительные статы на скорость. Это очень важно, так как ее нужно сделать одним из быстрейшим скоростным персонажем в вашей команде. Она должна ходить первой. И это факт. Либо, если не первый, тогда ей можно одеть второй сет. Ну, у меня стоит Energy. Ей можно поставить, да, в принципе, любой другой сет. На ту же защиту. Ну, фокус, конечно же, ей не нужен, к примеру. Вот. Можно на Resist поставить ей ответы. Хотя, видел и в ответе. Некоторые делают. Даже в Despair видел, как одевают Хлою. Но это, конечно же, абсолютный бред. Возможно, у человека просто не было других руна на скорость. Вот. То есть максимально повысить ей скорость. А дополнительные руны, ну, неплохим вариантом, естественно, будут такие руны, как Вилл. То есть на иммунитет для первого хода. Для того, чтобы даже если в вражеской команде вы считаете, вы не уверены, что ваша Хлоя походит первой, Вилл ее спасет, так как после этого она все равно сможет либо подхилить, либо дать иммунитет всей вашей команде. И также невидимость. Вот. По поводу рун. Вторая руна. Естественно, это Must Have. Это скорость. Какой бы вы сет ни одели, это по-любому скорость. То есть четвертая руна это ХП. Точность ей не нужна. Ну и шестая тоже ХП. Других вариантов. Но если у вас, конечно же, нет этих рун на ХП, то можно поставить на защиту. Но это плохой вариант, скажу вам так. Лучше ХП рулит, чем больше, тем лучше. Вот. И скорость по максимуму в каждой руне. У меня это, естественно, не максимум, но лучшее из того, что у меня есть. Вот. Альтернативой, которую я мог бы представить этой Хлои, ее можно юзать также на Драконе. То есть все-таки иммунитет на два хода неплохо, плюс подхил. И если одеть ее в такой сет, как вилы, то ее можно, в принципе, юзать на Драконе довольно-таки упорно и часто. Так как чаще будет ходить, чаще будет кидать иммунитет, подхиливать. Это неплохой вариант, и в этом варианте, как я разбирал в начале с Меган, она схожа с ней будет. Вот. Если одеть ее в вилы. Неплохой вариант. Даже на арене я часто встречаю Хлою, которая быстрее моей, так еще и в таком сете, как вилы. Виолент. Думаешь, ничего себе, да, у человека получше руны, чем мои. И когда она ходит по два-три раза, кидает иммунитет, естественно, приходится проигрывать. Да, неплохой сет вилы, которая опережает мои. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел бы поговорить. А, добавлю по поводу применения. Естественно, она применяется на арене, ГВ, не мне вам рассказывать, этого персонажа хотят все, у кого его нету. Многие говорят, нет, я не хочу там какого-то арха, еще чего-то, я хочу Хлою. Хлоя рулит, Хлоя нужна. Да, Хлоя, в принципе, она заменимый персонаж, но очень и очень хороший персонаж. Вот. За счет своего, естественно, третьего скилла. И за счет того, что она очень хороший танк. Так как, не секрет, зачастую, когда в пати есть Хлоя, ну, 9-10 боев, что она умирает, заканчивается тем, что она умирает последней. Так как у нее много всегда ХП, она всех подхиливает, и на нее зачастую не обращают внимания, так как урона она, по сути дела, никого не наносит, только отчасти мешает. После того, естественно, как походила, кинула свои иммунитеты. Вот. Старайтесь сделать ей как можно больше стойкости, то есть резиста в моей, как видите, мало. В принципе, что есть, то есть. Крит сила, крит уроны, естественно, не нужны. По максимуму, естественно, развивать ей стойкость. На первом месте это скорость. Скорость, уверяю вас, лучше, пускай у вашей Хлои будет 20 тысяч ХП, но скорости там 250 вы ей сделаете. Это будет очень хорошим раскладом. И по поводу нее же договорим. 6 звезд ей не всегда принципиально. Если у вас есть хорошие руны достаточно, вы ее разогнали больше 200 скорости, в принципе, почему бы и нет, вы можете оставить ее и на 5 звезд. Но 6 звезд, вы же понимаете, больше ХП, больше защиты, просто дольше будет жить. Поэтому это не тот персонаж, о котором вы пожалеете, если переведете его на 6 звезд. Но опять же, это не обязательно, если у вас есть хорошие руны. Ну вот, в принципе, и все на сегодняшний день, что я хотел сказать по поводу этих персонажей. В дальнейшем я продолжу говорить о персонажах, о их сильных, слабых сторонах, где их использовать, альтернативы рун, во что их можно одеть. Да и попросту может даже корректировать некое описание скиллов. Так как, к примеру, вот по поводу бет, я не знал этого, пока не использовал сам. Вот, ну и всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, оно было чем-то для вас полезно. Всем удачи, всем побед на ГВ, арене. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»